дорогие подписчики гости моего канала вот я снова в эфире прошло 10 минут вот смотрим результат то есть что мы видим мы видим что тут как бы так сказать что то у нас начинает происходить то есть на стенках видно что что-то отслаивается как-то какое-то воздействие происходит и надо наверное еще подождать вот сейчас я возьму щёточку и попробую пошел к края где висит тоже так сказать на самом водке какая-то она стала это уже средство такого вот видно света непонятненького то есть со стен очищаю видите тут коричневая такая я думаю что она еще не до конца растворилась потому что сковородку уже достаточно давно не чистили поэтому я думаю что и надо немного дольше времени чтобы был эффект полный но как бы мы видим что уже так сказать как бы пошел процесс сейчас я поставлю на паузу подождем что какое-то время посмотрим что будет дальше не переключайтесь дальше будет интересно ну вот прошло еще 20 минут все это дело выглядит вот так вот не знаю насколько передает камера на телефоне то есть все покрыто вот такой вот коричневой вспенившийся субстанцией даже ободки вот ну я думаю что для первого раза хватит мучить сковородку я сейчас пошелкаю немного щеткой вот и моем посмотрим что будет я конечно понимаю что за один раз такое отмыть сложно что не отмывалось долгое время но если надежда есть есть как бы какой-то результат то значит будем и дальше пользоваться этим методом вот смотрите какая-то так вот отвратительная вода сейчас я возьму губку вот губка в этом мафинистом навете я и пытался отмыть другими крестами немного пошелкаю шорка частью пошелкаю мою и опять ну вот мы снова в эфире я сковородку не мыл никакими моющими средствами просто горячей водой ополоснул и ну скажем так вот такой вот результат вот я понимаю что сковородка это не новая есть царапины и но тем не менее так сказать вопрос был принципиальный чем отмыть то что у нас остается на сковороде после масла масло мы не покупаем дешевое оливковое вот покупаем оливковое покупаем какой-то еще то есть как бы вот то что было оно пропало может быть где-то там еще какие-то капли остались но в основном в основном все все удалилось вот поэтому как бы друзья вывод такой что что я еще раз повторюсь что я не рекламирую это средство я не занимаюсь его продажей поэтому как бы отношения к этому никакого не имею просто я как бы так сказать долго пытался бороться с этой проблемой и не знал чем можно отмыть посуду после так сказать жарки на нашем отечественном замечательном масле ну в принципе как бы результат как вы сами видите на лицо ну если кто-то воспользуется моим опытом или кому-то это поможет я буду рад потому что конечно сковородки сейчас ты флоновым покрытием особенно они стоят не дешево и вот скажем в отличие от чугунных которые скажем тоже не дешевые но чугунную сковороду ее можно прожечь на огне просто прожарить и вот этот все удалится в отличие от них ты флоновую сковороду на огне просто так у не пара не обожжете потому что она как бы потеряет свою ну свои качества вот так что как бы всем удачи здоровья ну и заходить на мой канал буду снимать для вас что-то интересное ну и подписывайтесь смотреть приключения Алисы и Ники всем пока